Фестиваль «Параллели» объединяет авторов самых разных возрастов и творческих направлений. Казалось бы, в жизни они не могли пересечься, как параллельные прямые. Но в рамках творческого мероприятия все становится возможным. Здесь реалистические и сюрреалистические фотографии, абстрактная и предметная живопись. В общей сложности три зала искусства. Выставка разделена на залы по принципу колорита. Где-то теплый колорит, где-то более темный, где-то совмещена абстракция и керамика. И так далее. Это все-таки такие уже экспозиционные дела. Но в целом, если бы выставка находилась в одном пространстве без перегородок, она также бы имела то же самое впечатление, что и разделенная на три зала. В этом году на выставке с подзаголовком «Без названия» представлено более ста работ рязанских авторов. Все они объединены темой развития человека в искусстве, чтобы зритель мог задуматься, кто же он такой. Понять это ему помогут работы разных жанров, среди которых фотографическое искусство, керамика, скульптура, графика и, конечно же, живопись. Мне, как куратору, не хотелось привязывать зрителя к какому-то определенному потоку мысли. То есть, если там эта выставка портрета, значит, он приходит, и тут будут мордашки, которые на него смотрят. Нет, здесь есть и интерьер, здесь есть и пейзаж, здесь есть и тот самый портрет, здесь есть абстракция. И все это, на мой взгляд, лучше описывает человека, вот кто он, что это за существо, чем просто картинки с лицом. Цель выставки – создать впечатление, признаются организаторы. Пройдя по залам фотодома, зрители увидят различные жанры искусства, выполненные в разных техниках. Среди них акварель, уголь, тушь, чернографитный карандаш, масло и даже гелиевая ручка. Некоторые авторы здесь представили нестандартные для себя работы. Например, Михаил Шевченко – рязанский классик графики, показал свои ранние абстрактные картины. А Василий Колдин и Роман Багров – художники авангардного течения, здесь представлены в жанре фотографии. Анастасия Антон, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город».